Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Владиславовна Кауркина. Здравствуйте! Здравствуйте! Год обещает быть насыщенным мероприятиями и прежде всего мероприятиями, посвященными нашему поэту-земляку Сергею Александровичу Есенину. Юбилейный 125-й день рождения мы отпразднуем. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому знаменательному году. Подготовка к празднованию юбилея Сергея Александровича Есенина началась задолго до юбилейного года. Еще в 2017 году распоряжением правительства Российской Федерации по поручению президента России был сформирован план основных мероприятий по развитию объекта культурного наследия федерального значения Есенинская Русь. Был сформирован план мероприятий, в который вошли мероприятия по сохранению, воссозданию и реставрации объектов культурного наследия, расположенных на территории музея-заповедника Сергея Александровича Есенина. Вошли мероприятия по организации и созданию музейных экспозиций, по проведению культурно-образовательных мероприятий, изданию тематической литературы. В 2019 году уже распоряжением правительства Рязанской области была сформирована рабочая группа, которую возглавил губернатор Рязанской области Николич Любимов. Задача этой рабочей группы – сформировать план уже юбилейных мероприятий 2020 года. Наверняка, раз такая подготовка серьезная шла, план мероприятий прописан достаточно четко. Можем ли мы приоткрыть уже для наших телезрителей примерную афишу, анонс, проанонсировать? Традиционно на территории музея-заповедника Сергея Александровича Есенина проходит фестиваль музыкального лета в Константиново. Он, собственно, и открывает туристический сезон. И в этом году мы рады сообщить, что в Центральной городской библиотеке имени Есенина будет открыт визит-центр, который позволит нам оперативно информировать всех гостей города, а также рязанцев, всех, кто любит творчество Сергея Александровича Есенина, о мероприятиях, которые будут проходить в Рязани и области, посвященные Сергею Александровичу Есенину. Кроме того, библиотека имени Сергея Александровича Есенина уже начала эту работу. И в декабре 2019 года на базе библиотеки стартовал новый проект «125 прочтений Есенина». И сегодня мы уже презентовали этот проект в «Точке кипения» 3 марта. В этом проекте принимают участие и известные люди Рязани, ведущие деятели культуры, образования, искусства, и просто все, кто любит и кому нравится творчество Есенина. Мы приглашаем принять активное участие рязанцев, в том числе в этом проекте. Большой блок мероприятий посвящен культурно-образовательному аспекту. И 19-21 сентября состоится уже традиционный международный научно-практический симпозиум Сергея Есенина в 21 веке. Этот симпозиум проходит раз в пять лет. И в рамках многолетнего сотрудничества Музея-заповедника, Института мировой литературы имени Горького РАН, Рязанского государственного университета имени Сергея Саныча Есенина, Международного есенинского общества «Радуница». И по традиции он и в этом году пройдет в Москве, Рязани и в Константиново. И по итогам работы издается сборник научных трудов. В рамках международного симпозиума пройдет презентация всемирной карты есенинских мест «Американский вектор». Это инновационный проект Музея-заповедника и Рязанского государственного университета имени Сергея Саныча Есенина. Представляет он собой карты, отражающие маршрут путешествия поэта по Соединенным Штатам Америки. И в издание вложен CD-диск со стихами поэта и музыкальными файлами. Также в рамках международного симпозиума состоится презентация есенинской энциклопедии. Она создана... Научные материалы были собраны Институтом мировой литературы имени Горького РАН. В первом выпуске многотомного издания будут отражены биографии Сергея Саныча Есенина, литературный аспект, топонимика, большой вклад в создание и сбор этих материалов. Внесли и родные поэты, ученые Рязанского государственного университета Сергея Саныча Есенина, научные сотрудники самого музея и зарубежные исследователи творчества поэта. Апофеозом празднования юбилея Сергея Саныча Есенина станет 3 октября, день рождения поэта, когда в музее состоится Всероссийский Есенинский праздник. И в этом году мы рады пригласить также рязанцев и гостей города на обширную интересную программу, которая состоится практически на всех площадках, на музейном комплексе. И центральным событием этого мероприятия станет выступление актера, заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова. С моноспектаклем, да, приедет? С моноспектаклем? Да, это будет концертный программ, в том числе и отрывки из моноспектакля. Кроме того, мы традиционно вручаем в рамках церемонии торжественной премии Рязанской области имени Сергея Саныча Есенина в области литературы и искусства. Премия вручается в пяти номинациях. Что это за литературная премия? В какой области можно выдвинуться, скажем так, как исследователь или поэт, или художник? Расскажите чуть подробнее, какие номинации? В рамках присуждения Есенинской премии отражены пять номинаций. Это основные направления. Первая из них – это премия присуждается за создание высокохутожественных патриотических произведений, отражающих тематику отечественной мировой русской литературы. Вторая номинация – за создание научных трудов, издание президента Сергея Саныча Есенина на родном языке и в иноязычных переводах. Еще одна очень интересная номинация – это значительные исследовательские литературоведческие труды, посвященные изучению жизни и творчества Есенина. Также присуждается премия по направлениям художественно-изобразительного искусства за работы в различных областях. Это скульптура, живопись, графика, за создание произведений на театральной сцене, в кино, на телевидении, радио и в народном творчестве. Ну и еще одна номинация – за создание государственных и общественных музеев Сергея Саныча Есенина на его родине и за рубежом. В самом начале беседы вы упомянули о том, что готовится еще череда выставочных мероприятий. Об этом чуть подробнее давайте расскажем. Да, целый комплекс выставочных мероприятий, причем не только регионального уровня, но и международного, всероссийского, запланирован в рамках деятельности нашего музея-заповедника в юбилейный год. Хочу сказать, что в 2017-2019 году уже при поддержке Россотрудничества выставки музея-заповедника прошли в ряде стран. Могу назвать Азербайджан, Польша, Германия, Сербия, Испания, Румыния, Кипр и многие другие. И предметы из коллекции музея-заповедника смогли увидеть многие ценители русской культуры за рубежом. С Россотрудничеством уже сегодня проработан вопрос проведения в 2020 году выставок в российских центрах науки и культуры. Город Париж, Ташкент, Баку и Сухом. Все эти выставки посвящены жизни и творчеству Сергея Санча Есенина. Всего на 2020 год запланировано более 25 выставочных проектов, которые познакомят всех желающих, всех любителей творчества с уникальными материалами из фонда музея, репринтными прижизненными изданиями Сергея Санча Есенина, рукописями, фотографиями, портретной живописи, личными вещами поэта. Кроме того, все выставочные мероприятия сопровождаются интересной концертной программой в исполнении народного коллектива «Радуница». Если говорить о музыкальной составляющей, творчество Есенина вдохновляет многих композиторов, актеров на создание неких музыкальных произведений. Наверняка именно в этой сфере тоже появится что-нибудь новенькое к юбилею. Расскажете? Да, конечно. Вообще Есенин, любители творчества, поклонники его творчества, называют Есенина самомузыкальным поэтом. И в этом году в рамках празднования юбилея пройдет международный музыкальный фестиваль «Есенин джаз». Фестиваль пройдет как раз в день празднования дня рождения музея Сергея Санча Есенина, когда ему исполнится 55 лет, 25 и 26 июля. Два фестивальных дня, на которых прозвучат знаменитые песни на стихе Сергея Есенина «Клен ты мой опавший», «Над окошком месяц», «Ты жива еще моя старушка». Но прозвучат они на разных языках. На английском, на итальянском, конечно, на русском, на французском. В этом фестивале примут участие выдающиеся музыканты джазовые из разных континентов. И что очень интересно, что на фестивале «Есенинские строки», как я и сказала, будут звучать не только на русском, но и на иностранном языках. Еще и потому, что по официальным данным ЮНЕСКО, Есенин переведен на 150, даже более чем на 150 языков и на речи мира. Кроме того, каждую субботу в течение трехлетних месяцев посетители музея-заповедника могут посетить 12 концертных программ в рамках фестиваля «Музыкальное лето в Константиново». Хочу еще рассказать о том, как отметит «Есенинский юбилей» в наших государственных учреждениях. Рязанская областная филармония подготовила также отдельную концертную программу в рамках открытия своего филармонического сезона. Будет исполнена кантата Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина». Кантата будет исполнена ританским губернаторским симфоническим оркестром, рязанским камерным хором и солистом «Геликон-опера» Игорем Морозовым. Мы приглашаем всех желающих на эту замечательную концертную программу. Рязанский хор, продолжатель и хранитель традиций есенинских, также подготовил отдельную концертную программу, посвященную Сергею Санчу. Программа называется «Родился я с песней». Эта концертная программа состоится 30 сентября в рамках торжественного открытия 5-го Международного фестиваля национального искусства «Рязанский хоровод». В этой программе прозвучат произведения российских композиторов Пономаренко, Аверкина, Дербенко, Попова, известных рязанских авторов Ермакова, Галахова, Ведюка на слова Сергея Санча Есенина. Кроме того, рязанский хор с есенинской программой в гастрольном туре посетит российские города. Рязанский тюз также подготовил для рязанцев премьерную постановку спектакля по произведениям Сергея Санча Есенина, произведению Анны Снегина. И режиссером-постановщиком этого спектакля выступит художественный руководитель театра Марина Есенина. Премьера будет в сентябре? Премьера будет в октябре. Когда откроется новый театральный сезон. И в завершение нашей беседы пару слов скажем о том, какое развитие ждет сам музей-заповедник усадьбы Сергея Есенина. Вы уже упомянули в двух словах, приоткрыли мне тайну до начала нашей беседы о том, что в самом заповеднике тоже планируется открытие новых объектов. Можем нашим телезрителям тоже рассказать. Музей Сергея Санча Есенина активно развивается. И сегодня там активно ведутся реставрационные работы, работы по сохранению, воссозданию новых объектов. Уже выполнены реставрационные работы на объектах усадьбы. Это изба Времянка, амбар и Рига, восстановленные объекты. Они сегодня уже работают и их сегодня уже посещают гости музея. 3 октября сам апофеоз, празднование юбилея Сергея Санча Есенина, откроется воссозданный объект каретный сарай. И на территории этого объекта будет размещена выставочная экспозиция. Кроме того, уже будут готовы к приему посетителей воссозданные объекты. Это оранжерея, это баня. Все эти объекты, они будут наполнены содержанием и будут готовы к тому, чтобы принять посетителей и уже работать по своему прямому назначению. И чем завершится вся эта грандиозная череда мероприятий, которые в течение года будут проходить? Завершающее центральное торжественное мероприятие состоится 4 октября в Москве. И именно в этот день состоится концерт Рязанского хора. И главное это будет возложение цветов к памятнику Сергея Санча Есенина на Тверской. В этом возложении примут участие и делегации Рязанской области, и поклонники творчества Есенина, представители государственных учреждений, федеральных учреждений, и все, кто в этот день придет на Тверскую с тем, чтобы возложить цветы в память о юбилее Сергея Санча Есенина. Мы максимально подробно постарались с вами в нашей беседе рассказать о череде мероприятий, которые ожидают рязанцев и гостей города. Но если вас что-то заинтересовало, вы можете дополнительно посмотреть, уточнить даты и программу мероприятий на сайте Министерства культуры и туризма Рязанской области, а также на сайте Везде Культура и на сайте Музея-Заповедника Константинова. В гостях у нас была Марина Владиславовна Кауркина, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области. Спасибо вам, что нашли время и пришли к нам в гости. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова